Сельскохозяйственный рынок планируется запустить в эксплуатацию уже в этом году. Об этом на встрече главе региона Александру Цибульскому рассказал индивидуальный предприниматель Виктор Хабаров, реализующий данный проект на территории Наринмара. Отмечу, что на сельскохозяйственный рынок глава региона обратил внимание еще в прошлом месяце, во время осмотра трассы для предстоящих соревнований Бурандей. В тот же день на расширенном совещании он поручил руководителю Департамента экономики и финансов Ненецкого округа Татьяне Лагвиненко составить график встреч с предпринимателями, которые получили финансовую поддержку из окружного бюджета, чтобы понять, какие проблемы мешают бизнесменам реализовывать свои задумки в регионе. Среди проблем, которые озвучил главе региона индивидуальный предприниматель, нерешенный вопрос с арендатором помещения. Изначально рассматривались разные варианты. Первый вариант это сами производители и фермеры, которые будут стоять за прилавком, но, соответственно, такого ажиотажа у них нет по разным причинам, в том числе и то, что у нас регион небольшой, поэтому столько нет. Второй вариант рассматриваем как оператора. То есть общались и с местными предпринимательными сетями, также местными федеральными сетями общаемся. Ну и еще рассматриваем такую концепцию, как самостоятельно организовать здесь уже и привлечь как раз-таки местную продукцию. Для Виктора Хабарова предпочтительным оказался второй вариант – привлечение оператора, который бы самостоятельно закупал у местных производителей и фермеров продукцию и реализовывал ее на сельскохозяйственном рынке. Еще один вопрос, озвученный на встрече – дорожная инфраструктура, а точнее ее отсутствие. Мы запустимся, даже и построимся, возможно, раньше, чем мы планируем. Проблема подъезд-парковка? Подъезд-парковка, да. То есть мы не можем отвечать не за свои участки, соответственно, то есть идти дальше и вкладываться дальше. Ну, мы, конечно, уже начали делать благоустройство территории за свой счет, но это сказалось, опять же, на достройке объектов. Соответственно, мы эти деньги пришли вкладывать в благоустройство, которое мы не планировали изначально. Мы уже два года ведем переговоры. Хотелось бы все-таки прийти к какому-то результату. По словам заместителя главы администрации Наринмара Дмитрия Анохина, мэрия готова выделить средства на обустройство дороги. Инициативное бюджетирование мы обсуждали, в принципе, город согласен, конечно. Будет готов проект, мы поддержим, будем выходить на финансирование. А когда вы сможете готовить? Проект уже готов. Проект готов? У нас еще проекта нет, мы нам предоставят, обсудим и будем выходить. Добавлю, что строительство объекта обошлось предпринимателю более чем в 20 миллионов рублей. Один миллион от этих затрат – средства гранта из окружного бюджета. Сейчас в здании ведется внутренняя отделка помещений. Запустить объект в эксплуатацию планируется в текущем году. Как отметил глава региона Александр Цибольский, рынок может стать хорошей площадкой для реализации местной продукции. Мы надеемся, что это будет хорошее, удобное для жителей нашего города площадка, где они смогут получать сделанные, в основном произведенные в нашем округе продукты, которые будут высокого качества. И надеемся, это не только будет удобно для покупателей, но и для производителей, для фермерских хозяйств, которые у нас сейчас развиваются на территории региона, тоже возможность для такого регулярного сбыта своей продукции. Там есть разные экономические схемы, как это может дальше реализовываться с точки зрения оператора этого рынка. Но я уверен, что будет найдено оптимально, в первую очередь рассчитано на то, чтобы улучшить качество жизни. Еще один объект, который сегодня посетил глава региона – медицинский центр Санавита. Подробнее об этом мы расскажем в следующем выпуске новостей. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Продолжение следует...